Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами снова встретимся с нашими отважными путешественниками Кариком и Валей. Ну что, ребята, вы готовы к новой прогулке? Да, а куда мы сегодня отправимся? В травяные джунгли, конечно. Главное, чтобы нас не съели. Не бойтесь, ребята, я вас в обиду не дам. Эй, ге-гей! Какую лошадку мы оседлали! Да, но это не лошадка, а просто гусеница, и скоро она станет бабочкой. Бабочкой? Да, бабочкой, но об этом по порядку. Бабочка – самое красивое насекомое на свете. Слово «бабочка» происходит от слова «бабка». Раньше люди верили, что души пожилых людей, ушедших от нас, превращаются в бабочек, поэтому к ним нужно относиться с уважением. Заметить бабочек мы можем уже в мае, когда становится тепло, и бабочки, словно живые цветы, радуют нас своей красотой. Вот как сказала бабочка Хьян Лари. Далеко впереди мелькнули огромные цветные крылья. На концах крыльев темнели крупные бархатные пятна. По краям тянулись ровные полосы, будто траурная кайма. Бабочки бывают разные расцветки – желтые, красные, синие, всевозможные, да еще с узорами. Однако такая окраска нужна не только для красоты, но и для защиты. Так бабочка сливается с окружающей обстановкой. Жизнь бабочек, как и многих других насекомых, начинается с яйца. Яйца откладывают или на листья, или на ветки растений. Затем из яиц вылупляются гусеницы. Гусеница вырабатывает вещество, которое на воздухе становится твердым. Из этого вещества получается ниточка. Из этой нити гусеница уже сливает себе кокон, колыбельку. Едят бабочки в основном пыльцу и нектар растений. Но есть и такие, которые могут полакомиться соком деревьев и плодов. А давайте сыграем вот в этот вот мяч. Да что ты, Карик, это не мяч, это шар жука-навозника. Это его еда. Жук-навозник или бурильщик. Имеет круглую или овальную форму. Черный до темно-синего цвета. Жук-навозник насекомое, которое не любит жары. Поэтому их можно увидеть только вечером или в пасмурную погоду. Почти все время они проводят в своих норах, которые роют под кучей листвы или навоза. На поверхность выползают только за новой порцией навоза. Добычу они скатывают в шар. Удерживают шар жуки-навозники задними лапами, а передними перебирают по земле и передвигают шар до своей норки. Кстати, очень интересный факт о жуках. Удерживая шар и передвигая его, они могут ориентироваться по звездам. Ой, какой уютный домик. Да, только он тоненький. Чей же он? Этот домик, как вы его называете, принадлежит осам. Это их гнездо. Оса – насекомое, родственное шмелям и пчелам. Она имеет такой же черно-желтый окрас, что говорит о том, что оса ядовита. Ос можно встретить повсюду. В основном они селятся рядом с человеком. Ведь только с человеческим жильем можно найти, чем полакомиться. Осы имеют по два прозрачных крылышка с каждой стороны. Ядовитые жала, которые при опасности насекомое вонзает в своего врага. Из жала впрыскивается яд. В отличие от пчелы, которая оставляет свои жалы в месте укуса и погибает, оса вытаскивает его и остается жить. Для строительства своего гнезда осы вырабатывают вещество, очень похожее на бумагу. Поэтому ос, которых мы видим повсеместно, называют еще бумажными. Кстати, гнездо, оно в несколько слоев. Посмотрите, я сейчас начинаю убирать первый слой гнезда. В нем точно такая же частица. Сейчас и ее тоже уберу. Там еще такая же частица, в которой уже можно увидеть вот такие вот соты. Уходим отсюда, пока нас не съели. Карик, это гнездо брошенное, а вот новые гнезда осы прикрепляют к потолку или к стенам человеческого жилья. Но уходить все-таки отсюда надо, пока вас не приняли за мошку. Ведь осы едят мух, комаров и других мелких насекомых. Переначете-ка сегодня вот в этом домике. Только поплотнее закрывайте вход, чтобы к вам никто не заполз. И засыпайте. И я, ребята, прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова